В эфире Вести Алтай Агробизнес. Здравствуйте! В студии Дмитрий Клишин с новостями агропромышленной сферы нашего региона. Моралы – наше всё. Край будет проводить всемирный конгресс мораловодов. Уборочный сезон открыт. В разгаре сенокос стартует уборка озимых и технических культур. Что останется на сладкое? Пчеловоды начинают качку мёда. И к животному с любовью. Специалисты по воспроизводству стада выявляют лучших по профессии. А теперь во всём этом более подробно. Начнём с события всемирного масштаба, которое в нашем регионе будет происходить с 20 по 25 августа. 270 специалистов из 9 стран мира съедутся на Алтай, чтобы принять участие в 7-м Всемирном конгрессе оленеводов. Это первое в истории края нашей страны мероприятие такого уровня. Панты, не окостеневшие так называемые бархатные рога моралов, пятнистых и благородных оленей являются медицинским сырьём, высочайшую ценность которого сейчас признают не только в традиционной восточной медицине. Алтайский край совместно с Республикой Алтай обладает самым крупным в России стадом. Гостям Всемирного конгресса из Новой Зеландии, Мексики, Китая, Латвии, Швейцарии, Канады, Словакии и Казахстана алтайские учёные представят научное обеспечение пантового оленеводства. Таких наработок по лечению моралов, профилактике болезней и максимальному сохранению полезных свойств пантов после срезки рогов нет нигде в мире, заявляет заместитель директора по науке Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий профессор Василий Луницын. Напомню, Всемирный конгресс оленеводов проводят раз в четыре года в разных странах мира. Вернёмся от планов к текущим делам. В крае продолжается кампания по заготовке кормов. На сегодняшний день запасы сена в хозяйствах края уже превысили уровень прошлого года. По данным Минсельхоза региона, на конец недели сельхозтоваропроизводители заготовили около 340 тысяч тонн сена, что в сравнении с началом августа довольно благополучного по кормам прошлого года больше на 123 тысячи тонн. На сенозаготовке лидируют Крытмановский, Зональный и Павловский районы, в которых уже запасли более 100% от запланированного. И сенокоз ещё продолжается. К местам зимовки скота хозяйство вывезли около четверти миллиона тонн сена и заложили полмиллиона тонн сенажа. Ведущая тройка сенажных районов – Завьяловский, Краснощоковский и Благовещенский. Но даже в районах со средними показателями в этом году корма есть. По этому году только ленивый может оказаться без сена. План перевыполнили. Но сегодня перед нами стоит заготовка сочных кормов, сенаж. Мы к этому уже подготовились. Поэтому, я думаю, в этом году мы будем с кормом. В Зональном районе начало уборки озимых совместили с научно-практической конференцией. Аграриям важно знать планы властей региона относительно господдержки растеневодства. Дополнительные 300 миллионов рублей для АПК края поступят в самое ближайшее время. Изучать теорию и слушать лекции иногда приходится, когда на практике в твоём распоряжении тысячи гектаров полей. Вопрос серьёзный. При общем увеличении на Алтае клина озимых зерновых их урожайность в некоторых хозяйствах последние годы снижалась. Если зима малоснежная и холодная, или напротив, слишком тёплая, культуру её плохо перенесут. Но и сами аграрии могут убить будущие всходы. Это обработка, подготовка почвы, включая, что раньше просто заставляли всех отвально пахать и сеять. Почва зимой осаживалась, коренной системой урвала, вот теме и не перезимовало. То есть мы технологии, подход изменили, защиту растений изменили. Урожайность озимых 58 заходила на центр с гектара, а средняя урожайность у нас там 40 была. Сегодня своим опытом хозяйство Октябрьское делится с коллегами. Здесь давно отдают предпочтение озимым зерновым. Теперь сеют только такие. Посевная и уборочная растягиваются на два этапа, техника меньше нагружена. И покупают озимые охотнее, у них выход муки выше. Пока в регионе такими культурами засеяно в общей сложности чуть менее 200 тысяч гектаров. По словам Виктора Томенко, эту цифру стоит увеличить примерно на треть. При этом использовать уже проверенные, адаптированные для нашего климата сорта с хорошей урожайностью. Что же до предстоящей страды, то в этом году аграрии получат дополнительную господдержку. Алтай вошел в число регионов, где фермерам компенсируют часть издержек из-за возросших цен на топливо в преддверии посевной. Мы в систему государственной поддержки наших сельхозтоваропроизводителей сумеем дополнительно влить. Вот примерно, я думаю, сумма более 300 миллионов рублей будет. Где-то август, начало сентября, я думаю, мы эти деньги получим уже из федерального бюджета. Добавим свои краевые и быстренько их доведем до наших предприятий и хозяйств. Правительству региона еще предстоит выбрать, по какой схеме будут распределены эти средства. По словам главы края, она должна быть максимально справедливой и в то же время продуктивной для экономики. Бийская льняная компания приступила к уборке льна долгунца. Уже скошено 700, остается еще 2300 гектаров в Целинном и Троицком районах. В текущем сезоне предприятие получило на развитие колоссальные средства. 60 миллионов рублей с федерального и краевого бюджетов. Для сравнения на всю отрасль льноводства в крае выделили 75 миллионов. Вот такие сны, наверное, видятся по ночам директору бийской льняной компании. Чтобы дружными рядами выходили в поле целые армии машин и в пару дней убирали все, что вырастили. У бийских льноводов вместо армии пока пара небольших взводов. И по полям бегают не так шустро. Спасибо майской июньской погоде. Жаркий период в июне. И земля как камень стала. И мы руками не можем Сверчково выдернуть лед. И теребилку держит, как будто за ней 100 тонн груза. Поэтому у села Сверчково пока уборку притормозили и технику перебросили сюда. На поля к поселку Вершинино. Этот участок отличается от остальных. На другом поле. Там было сырника побольше. Там мы и приловчились, то есть хорошо уборка шла. А здесь уже чистый, уже лен высокий. Уже надо опять подстраиваться. Оттого и лен здесь самый качественный. Посевы всходят ровно, стебли получаются длинными, тонкими. Из таких батис делать можно. Но на полях скошенный лен будет лежать еще пару недель. А за это время на его качество может повлиять погода. В идеале нужно две недели без дождя. В этом году бийская льняная компания получила неслыханную финансовую поддержку. По 30 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Добавили 60 миллионов собственных средств. Деньги пошли на семена, удобрения и новую технику. Кажется, очень много. На самом деле, только чуть-чуть приблизились к тем стандартам, по которым работают в Европе. Так что бийчане надеются, что господдержка останется и цепочка от посева до переработки льна заработает. А для этого очень хочется оправдать вложенные финансы и получить хороший урожай. Урожай меда тоже поспел. Пчеловоды приступили к качкам. Пасечники в Смоленском районе жалуются на полеводов. По их словам, пчелы приносят меньше меда из-за химикатов, которыми обработали посевы. Это неспроста. Самодеево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. Жужжание – привычный звук для жителей Камышинки. Это село называют пчелиным раем и медовой деревней. Концентрация пасек на квадратный метр здесь, пожалуй, выше, чем где-либо в Алтайском крае. Роятся, нет? Роятся немножко. Весна в этом году пчеловодов не радовала. Апрель-май были холодными. Сейчас, говорят, ситуация налаживается. Уже качают первый мед из разнотравья. По традиции жалуются на перекупщиков. В магазинах мед стоит до 300 рублей за литр, а здесь на пасеке иной раз приходится отдавать его и за 100. Денег у людей нету, поэтому вот и держится цена на этом дело. Люди так берут мед только для лекарств, для личных целей, чтобы поддержать здоровье. Но ценообразование – не главная проблема. Куда больше пчеловодов беспокоят местные фермеры. Они обрабатывают поля химикатами, травят сорняки. Пасечники говорят, что это мешает пчелам. А после этой обработки выделение-то идет, а пчела суется, все, и назад. У нас вот здесь недалеко поле, они хорошо шли туда. Они прямо перед этим полем, следующее поле опылили от сорняков. Пчела моментом вернулась назад. По словам пасечников, часть пчел погибает, насекомые падают на землю от ядовитых испарений. Выходов у пчеловодов два. Либо перед обработкой полей перевозить пасеки в другое место, либо на несколько дней закрывать ульи сетками. В любом случае убытки. Прогноз на будущее неутешительный. Вот эти все химикаты и все самые опыляемые сорта, они просто пчеловодческую промышленность уничтожат. Пчел не будет. Будем есть китайский мед уже через 10 лет. Это точно. Пчеловоды говорят, нужно создать контролирующий орган, который будет следить за качеством химикатов. Иначе меда на Алтае будет все меньше, а его качество все хуже. И тогда шутливая фраза из мультфильма про Винни-Пуха может стать грустным пророчеством. Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Делегация алтайских животноводов отправляется в Кировскую область на всероссийские соревнования. С 29 августа по 1 сентября там пройдет 15-й всероссийский конкурс операторов по искусственному осеменению коров и первый всероссийский конкурс зоотехников-селекционеров. Как раз в эти дни в районах края определяют, кто сможет на федеральном уровне защитить честь края. Чтобы исполнить танго, нужна пара. В одиночку танца не получится. Как и в этом совсем не публичном, но очень важном деле. Не доверяя процесс стихийной природной страсти, воспроизводство крупнорогатого стада в буквальном смысле в свои руки взяли вот эти люди. Техники-ассеминаторы. Так хранят замороженный чистопородный потенциал. Чтобы на Алтае получить потомство производителя, например, из Калининграда, не надо везти быка. Достаточно такого сосуда с жидким азотом. Работа в лаборатории – первый этап конкурса ассиминаторов. Впереди еще теоретический экзамен, зоотехнический учет и практика. Неоднократная победительница этого конкурса Светлана Севальникова выступает под номером 5 и очень волнуется. Ее коллегу по работе Анну Кузнецову, напротив, не смущает чертова дюжина. Вот ничего, что у вас 13 минуты. Не суеверно. Хозяйство района представлено в полном объеме. Все, кто держит животноводство, их специалисты здесь. Таких хозяйств в районе набралось 8. Это КФХ «Стиль», «Предгорье», «Котлеровка», «Мелира», «Пут Ленина», «Завета Ильича», «Гавриловская», «Знамя Родины». У нас сегодня юбилейный наш конкурс, 40-й, цифра говорит сама о себе. 40 лет подряд у нас в Паспеликенском районе просует этот важный для нашего отрасли, для нашего животноводства конкурс. Только профессионал в состоянии оценить работу специалистов на конкурсе с такой богатой историей. У нас самый высокий балл был за 7 дней 38. Из 12 человек 2 набрали 37, остальные 10 – 38 баллов высокие результаты. В лаборатории 22, самый высокий у нас больная оценка, набрано 21,5, 21, 22 у нас 4 человека набрали. В итоге максимальное количество, а именно 100 баллов получила Светлана Севальникова. Ловкость, рука никакого мошенничества. Опыт. Номер 13 Тиана Кузнецова тоже из хозяйства «Знамя Родины» уступила неоднократной победительнице конкурса всего полбала. И на третью ступень пьедестала почета поднялась работница из ПК «Путь Ленина» Нина Сизова. Ну а теперь о том, как у нас в крае живут чемпионы. Золотые и серебряные медалисты крупнейшей в России дальневосточно-сибирской выставки племенных овец и коз – овцы идельбаевской породы. По количеству голов лучшего бомбардира здесь не выявить, а вот посчитать овец в стаде – легко. В христианском хозяйстве Ключевского района 2860 особей. Героев здесь узнают по походке, прическе и окрасу шерсти. Вот герой – это один из лучших производителей. Вот чисто черный, вот тот седоватый. Овцы из ключей регулярно дефилируют на самых престижных международных выставках. Кто сказал, что 90-60-90 – предел совершенства? Стереотипы – в сторону. На 15-й дальневосточно-сибирской выставке племенных овец, которая завершилась в июне, судьи оценивали все – от длины шерсти до объема жировой прослойки. Из Читы в ключи привезли две медали высшей пробы. Две золотые медали привезли – это ремонтный молодняк, баранчики и ремонтные ярочки. Заняли у нас дипломы первой степени, золотые медали. В том году три медали. Баран-производитель наш показал наивысший результат. Этих красоток совсем не стыдно поставить на весы. Самые крупные особи эдельбаевской породы весят более 100 килограммов. Все лишнее уходит в курдюк. Из ключей овцы разъезжаются по всей стране – от Сибири до Дальнего Востока. Но даже здесь предложение пока все же побеждает спрос. Не умеем мы это торговать. Вот мы произвели сейчас у нас это 500 баранчиков. Ну, город далеко. Был бы баранул рядом. Мы там шашлык, там все. А сегодня у нас 400 километров, значит, вот. Ну, учимся, учимся. Есть и еще одна проблема. В этом году поголовье привили от ящера. Поэтому и продавать подопечных в другие хозяйства пока нельзя. В Ключевском районе готовятся к зимовке. Заготавливают сено, чтобы к новым выставкам здешние обитатели подошли в оптимальной форме. И 4-5 августа любителей конно-спортивных соревнований приглашаем на Барнаульский ипподром. Начало соревнований в час дня. 4 августа будет разыграно 9 призов в рамках Всероссийского фестиваля Орловского рысака. И на следующий день для орловских рысаков 4 лет и старше, а также для лошадей других призовых пород пройдут соревнования на Кубок губернатора Алтайского края. И определят победители по еще 7 призам. На этом пока все. Желаю вашим семьям здоровья, домам богатства, а полям урожая. До новых встреч в эфире.